Девушки отдыхают Сыпет под дверью черту из соли А ты на что намекаешь? Но по сравнению с этим остальное Как маленькая писюлька Я поиграл в Ведьмака И я, собственно, доиграл до появления своего персонажа До барона Потому что Ведьмак 3 это огромная прям вселенная И там надо сидеть И надо взять отпуск месяца на три И играть в Ведьмака, чтобы как следует пройти Какую-нибудь, понимаете, одну-две миссии Поэтому я поиграл Я дошел до своего персонажа До барона Посмотрел, как он выглядит в игре Вот как ты до него доигрываешь Какие у него как-то реакции Если смотреть на него с точки зрения игрока А потом я все остальное досматривал просто Игрофильм То, что монтируют Всегда из игрушки Вырезают катсцены И монтируют из них кино Поэтому остатки и барона игры я досмотрел Потом просто на Ютьюбе Ну что, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай Я тебя тогда тоже нахер пошлю Ну и что? Как вы помните, в Ведьмаке 3 Кто-то забыл предупредить локализаторов Что мы работаем в тайминг Поэтому в 3-м Ведьмаке Часть репли сжата И там герои говорят очень быстро А часть раз сжата И там герои говорят очень медленно Иногда они в диалоге Стоит быстро такой И стоит медленно с ним разговаривать Мне не хотелось ее домой отсылать После того, что Цири рассказала о ее родителях Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Это ускоренно Не слышите? Поторговаться за эти сведения? Жопа Ну, к счастью, там Это касается не всех реплик А только тех, которые некоторые Но да Катастрофа абсолютно Ну потому что Когда в это воткнулись То переписать это невозможно Ни технически, ни финансово Ну технически возможно Финансово нет Написайте, сколько там Сколько работал Всеволод Борисович Кузнецов Допустим Над своим Ведьмаком Зло трудно измять Его границы размыты Если надо будет выбирать Между одним словом и другим Я не буду выбирать вовсе Сотни и сотни часов Ну нельзя заплатить ему еще раз Все эти сотни и сотни часов Просто уж таких денег нет Два бюджета Два бюджета Игры И всех остальных артистов Поэтому Косяк че да Больше всего спрашивают потом У артистов Ну может не больше всего Но много А че вы там как дураки Это самое Ну ты тараторишь А он А он медленно Ну зачем вот ты это делаешь Ну вы не понимаете Что так Ну не разгорят люди Вот Мне бы хотелось сразу Чтобы эти вопросы Хотя прошло много лет Уже после выхода Ведьмака Но ведь кто-то же Играет в него до сих пор Правда Это же рана Сочится внутри нашего сердца Да Компрессия Компрессия То что не влезало Сжали А то что Влезало и было слишком маленьким Разжали Ну то есть есть губы Губы шевелятся Надо попадать в губы Весь текст Весь сценарий Предоставлен CD Projekt Red Авторами фильма Ну простите Авторами игры Я оговорился Авторами Ведьмака Поэтому все это было Все вот такие шутки Были прописаны Прямо там И это было Большое удовольствие Их играть Они очень живые Он говорят В молодости Порешил собственного Отца сетирой Вот и после этого Двинулся Вроде как он Духов видит И с козой ебется Мы от себя Добавляли что-то Но Никто из нас Не является автором Какой-то знаменитой Типа про козу шутки Такие штуки Были прописаны Потому что обычно Ты не можешь Много добавить В рамках просто Тайминга У тебя есть фраза Есть длина Этой фразы Теоретически Куда ты должен Попасть В нашем случае Этой длины не было Я говорил Что там не было Тайминга Но есть как бы рамки Ты не можешь Сильно-сильно уходить От текста Поэтому что-то добавляли Да вообще Мы писали две версии Мы писали Насколько я помню Версию такую Какую-то без мата Без эрготизмов И версию с матом Эрготизмами Были кстати артисты Кто отказывался Работать с матом Прям Я и сам удивился Да Я и сам У меня были такие глаза Как сейчас Овскак В смысле Прямо они приходили Или им звонили И говорили Что там будет мат Мат-перемат И отказывались Я с уважением Отношусь к любому К любому Решению Артиста Он Артист имеет право Вполне себе Не хотеть Ругаться матом Например В компьютерной игре Это и прямо Его право Почему нет Кто-то отчета Отказывается Кто-то отказывается Церковникам Озвучивать материалы Кто-то отказывается Материться Каждому свое Что-то Имеют право Мне задали вопрос Только что На который я не могу ответить На кого кровавый барон Может быть похож В жизни Из людей Которых Типа мы с вами знаем Мне никто В голову не пришел Условные Ну кто это там Актеры Певцы Вот какие-то знаменитости Меня отсюда не выпустят Если вы не скажете Кто это Напишите Вдруг вам придет Голову У меня только Литературный персонаж В голове Только барон Пампа И все Сейчас Секунду Я Может быть габа Давайте Да А это уж Совсем другая история Что стало С той девочкой Которая с ней пришла С Греткой Ничего Она здесь Помогает На кухню Мне не хотелось Ее домой отсылать После того Что Цири Рассказала О ее родителях Тут у нее И стол И дом Не пропадет А что с Цири Я же тебе сказал Это совсем другая история Я так понимаю Ты хочешь Поторговаться За эти сведения Соображаешь Я сочувствую Твоей утрате Но Так случилось Что моя жена И дочь Тоже пропали Предлагаю уговор Найди Моих близких А Я расскажу тебе Все Что знаю О девушке Которую ты ищешь А какие гарантии Что я могу Тебе доверять Никаких Кроме Моего слова А если Я не захочу Ну че Ты хочешь Меня нахер послать Милости просим Сука давай Я тебе тогда Тоже нахер пошлю Ну и че Обнимемся Вместе Пойдем Да Работай так Как будто Ищешь собственную дочь И ты справишься Стража У этого человека Здесь иммунитет То есть Пускай его Никто не трогает Че пялишься Че пялишься Это в подтверждение Моей доброй воли Когда ты Последний раз Их видел Они пропали В последние Новолуни Как сквозь землю Провалились Что значит пропали Ну пропали Я утром просыпаюсь А их нет Надо сходить поболтать С этим выражаем Только имей ввиду Ты с ним вряд ли Сговоришь Что Он говорят в молодости Порешил Собственного отца Секирой Вот и после этого Двинулся Вроде как он Духов видит И с козой ебется Меня его личная жизнь Не интересует Так как Будет награда Я тебе сука Покажу награду А ну Пёрдывай отсюда Пока я пса не спустил Ха-ха-ха-ха Вот он Герой Вот тебе От меня За это Бочка Лирийского Я знаю Что у твоей жены Был выкидыш Это было До или после Того Как ты её Избил до полусмерти А ты На что Намекаешь Не держи Меня за идиота Ты её Много лет Колотил Ты их Бил Я на Тамару В жизни Руки не поднял А на Анну Анна Это другое дело Она всегда Знала Как меня достать Чем тебя так Жена доводила Суп пересаливала Носки не штопала Мы 20 лет вместе Она меня видела И пьяного И трезвого Она рядом была Когда я победителем Возвращался И побитого Перевязывала Она одна Знает Куда нажать Чтобы было больно И за это Ты её колотил За то Что она тебя Бронила Эх Ведьмак Да что ты Понимаешь После того Что я видел На дворе Сложно поверить Что для Тамары Ты был Любящим папочкой Да и не верь Только она Всегда Для меня Была Светом В окошке Она могла Здесь Делать Что хотела Он Спроси Любого Она Верхом Ездила Охотилась Иногда Отправлялась В разъезды С моими людьми Это Её Присылали Ко мне Когда я В бешенство Впадал Только Она Одна Могла Меня Успокоить Если У неё Была Здесь Такая Безмятежная Жизнь Зачем Она Убежала Если Б Я Знал Ты Был Б Не Нужен Ты С самого Начала Знал Что Они Сбежали Знал Вино В голове Из-за Меня А я Целые Поля Трупов Видел Под Содданом Как Сжигали Чародеек В Мориборе Видел Но По сравнению С этим Остальное Как Маленькая Писюлька Не Убивай Моего Ребёнка Он И без Того Настрадался Ты Расколдуй Его Пусть Он Наконец Упокоится Я Покажу Тебе Где Я её Похоронил И я Выкупаю Эту самую Могилу Под порогом Тогда Давай Тут Подождём А ближе К полуночи Выйдем Я покажу Тебя Могилу Вели Людям Сидеть По Домам И пусть Насыпят Под дверью Черту Из соли Взять Лопату Ну Чтоб Могилу Раскопать Бери Пригодится Только Могилу Раскапывать Не понадобится Продолжение следует...